Медиа-навигатор Будний день в прямом эфире в 13 часов 15 минут рассказываем о подготовке к этому значимому событию. Мы работаем в прямом эфире, вы можете задать любой вопрос, позвонив по телефону 54-20-12. Обычно к нам в студию приходят известные журналисты, фотографы, члены жюри и рассказывают о подготовке к этому событию. Но на этой неделе мы решили отойти от этой традиции и познакомить вас с участниками, которые уже добились определенного опыта в участии в подобных фестивалях, как Медиа-навигатор. И сегодня у нас в гостях Сергей Шнайдер, студент отделения журналистики Тюменского госуниверситета. Сергей, добрый день. День добрый, здравствуйте. Ну вообще, первый вопрос. Расскажи о своем первом фестивале или конкурсе по журналистике. Каким он был и чем запомнился? Журналистика мне была интересна с самого детства. И уже в средней школе я плотно думал о том, чтобы поступать на отделение журналистики. Вначале моим самым первым конкурсом был конкурс молодых журналистов. Называлось «Юное перо» в городе Нижневартовск, что на севере Хатамасийского автономного округа находится. Первое впечатление было, что мои сверстники, они все были довольно дерзкими и голодными до побед. А я как-то сел и тихо в уголочке отсиделся. Но потом все-таки мне удалось победить в этом конкурсе. То есть уже потом тексты, наверное, решили свое. И с тех пор я начал заниматься журналистикой уже более серьезной. В конце 11 класса я выиграл конкурс на поступление на бюджетное место в Егорский государственный университет. Но я все-таки выбрал Тюменский государственный университет. И не жалею об этом. Я забыл напомнить. Сергей – это победитель Всероссийского фестиваля. Это на лучшее освещение спортивного мероприятия в 2014 году. А также участник медиаполигона 24. Лучшее освещение спортивного события в 2014 году. Чем это для тебя стало? Какой победа? И что для тебя это открыло? Пока я учусь, пока я являюсь студентом, мне нравится, что я могу развиваться в различных сферах журналистики. Но профессионально сейчас я связан именно конкретно с спортивной журналистикой. И для меня эта победа была первым шагом для признания меня как профессионала именно в спортивной журналистике, в спортивной тематике. Это было очень приятно для меня. А да, конкурс проводил городской департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени. И конкуренция была серьезной. Я рад, что меня оценили. Конечно, я не считаю, что это только моя личная победа. Это победа всей нашей редакции, агентства спортивных новостей Тюменская арена. Это и фотографов, и верстальщиков, и, безусловно, нашего редакторского состава. В этом году я также принимаю участие. И надеюсь, что... Это, получается, был твой такой первый опыт, да? Трудно было? В профессиональном плане, да. То есть, конкретно именно в какой-то некой специфической уже области журналистики, это был первый опыт. Я думаю, что это было не столько трудно, а столько волнительно, потому что, как я уже говорил, это был первым шагом для признания меня как именно профессионала спортивной журналистики. Вот большой опыт, и ты учишься на четвертом курсе. И вообще, меняется ли у тебя отношение к творчеству, к твоей будущей работе после таких фестивалей? Ну, все-таки, я думаю, что журналистика относится больше к ремесленному чему-то, нежели к творческому. Но считаю, что как раз-таки эти конкурсы и помогают прибавлять в журналистику капельку творчества, нежели стандартных каких-то решений. То есть, мы ищем что-то новое, ищем новые темы, новых героев. Мне кажется, это очень полезно для таких молодых журналистов, как мы. Вообще, какие у тебя планы, вот, может, на ближайшие, до Нового года, где ты планируешь принять участие? Вот как раз-таки в конкурсе, который я победил в прошлом году, в 2014 году, сейчас я уже подал заявку на 2015 год. Я думаю, что это будет главной моей целью. Ну, ты должен с уверенностью сказать, что путь к победе всегда тернист. И вообще, что бы хотел пожелать участникам фестиваля «Медиа-навигатор»? Какие-то, может, напутственными словами сказать? Ну, вряд ли это можно назвать, конечно, напутственными словами, но я очень хочу, чтобы наши дорогие участники «Медиа-навигатора» не пугались и знали, что все вместе с журналистским сообществом быть объединенным – это очень хорошо. И нужно участвовать в подобных конкурсах, чтобы получать капельку вдохновения в свое море творчества и прекрасного журналистского ремесла. Ну что ж, спасибо, Сергей, что пришел к нам сегодня в студию. Я напомню, что нашим гвоздем стал Сергей Шнайдер, студент Тименского госуниверситета отделения журналистики. А мы продолжаем вас знакомить со студенческими СМИ. И не так давно моя коллега Елена Зиновьева побывала в пиар-агентстве «Гетап». Давайте узнаем, что ей удалось там узнать. Пиар-объединение так или иначе существует в каждом институте Тименского государственного университета. Сейчас мы находимся в финансово-экономическом институте, где успешно существует пиар-объединение «Гетап», подробнее о котором нам расскажет Павел Петрук. Оно образовалось в сентябре 2014 года. Что отличает ваше пиар-объединение от других объединений Тюмгу? В нашем объединении мы стараемся привлечь наибольшее количество людей и стараемся выходить за рамки университета и работать на масштабе города. Расскажите, как вы работаете над воплощением творческих идей, которые появляются у ребят из объединения? Мы стараемся брать в основу все идеи, которые предлагают наши участники, затем выбираем лучшие из них и стараемся реализовать их по максимуму. Вот такая жизнь пиар-объединения «Гетап». А мы пожелаем ребятам развиваться, не останавливаться и самосовершенствоваться. С вами была я, Лена Зиновьева, репортер «Медиа-навигатор». Ну и напомню, что прием заявок на фестивале «Медиа-навигатор» продлится до 25 ноября. Включительно всю подробную информацию вы можете найти на сайте Тюменского госуниверситета по адресу www.utmn.ru В прямом эфире для вас работал Николай Нефагин. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»